Уже через 10 дней в школьных дворах прозвенит первый звонок. Ежегодно перед первым сентября во всех образовательных учреждениях проверяют пожарную безопасность, медицинские кабинеты и просто условия, в которых предстоит обучаться детям и подросткам. Согласно приказам Министерства образования, прежде чем вновь открывать свои двери для учеников, школа должна осмотреть все службы безопасности, санабетнадзора и медицины. Особое внимание уделяют противопожарным системам. На сегодняшний день во всех, без исключения муниципалитетах, есть современная система оповещения и сигнализация. Вся охрана сигнализации, все кнопки, ну, выведено все. Современный подход к знаниям в Ставропольском лицее номер 14 заметен сразу. В фойе в общем доступе специальный терминал, с помощью которого можно посмотреть расписание или узнать последние новости. Конечно, не обошлось без современного оснащения класса информатики. Громоздкие системники здесь в прошлом. Их заменили мощные компьютеры-моноблоки. 17-й лице и краевой столицы ничуть не отстает. И его информатический класс тоже обставлен по последнему слову техники. Все заключено вот в одном мониторе, который находится на рабочем столе. Очень современная техника, оперативной памяти, очень много, жесткий диск, большой, объемный и плюс видеокарта. Конечно, осмотрели и залы для занятий физкультурой. Согласно новым требованиям в спортивных залах, на окнах и плафонах должны стоять специальные защитные решетки. Обновления коснулись и покрытия пола. Вместо привычного деревянного теперь устанавливают прорезиненное. Но пока такое новшество коснулось только четырех ставропольских школ. Разница заметна сразу. Стоит только наступить на резиновый пол, тут же чувствуешь, насколько он мягче обычного дерева. По такому высокотехнологичному покрытию не только приятно бегать, но и мягко падать. Если вдруг попадет мяч, чтобы никакие осколки не повредили детей, которые в это время находятся здесь. Следующим пунктом пресс-тура стала седьмая школа поселка Старомаревка Грачевского района. Здесь особого внимания заслуживает столовая. Современные посудомоечные машины, овощерезки, тестомешалки и картофелечистки. Все это настолько упрощает работу, что справиться с ней под силу двоим. Большую помощь в приготовлении пищи оказывает пара конвектомат. С его помощью повара могут приготовить шесть сотен котлет всего за 20 минут. Нельзя не сказать про обновленный медицинский блок сельской школы. Вместо маленького медкабинета здесь появилось целых пять отделений помощи. Особого внимания заслуживает специальный манекен Максим. Он находится здесь уже три года. И за это время многие школьники и выпускники смогли играючи научиться оказывать первую помощь. Строение конечно конечности, как правильно накладывать гипс, как приложить шину, как завязать рану. То есть практически это очень удобный комплекс. Дети к реально максимально приближены условиям. Один из пунктов предстоящей работы – повышение антитеррористической защиты школ. Кнопка тревожной сигнализации есть у 80% образовательных учреждений. Системы видеонаблюдения имеют 96% школ. И почти 100% на учебные заведения обнесены забором. Так что теперь шаловливым школьникам будет не так-то просто сбежать с уроков незамеченными.